ДИМАШ ДИМАШ Едем дальше. И у нас знакомое всем нам слово – коррупционер. Но на этот раз это название фильма. Итак, преддверие Олимпийских игр, помните, 2012 год, Лондон. Выйдя из тюрьмы, и вроде бы уже сейчас свободный человек Ильян пытается вернуть доверие и любовь своей семьи. В свое время он был втянут в какую-то криминальную заварушку, где глава преступного синдиката, как обычно, был связан с политиканами и чиновниками. И вот на этот раз, пытаясь искупить свою вину, он снова попадает в центр криминального заговора, прям рецидерист какой-то. Но Лиан, конечно же, приложит максимум усилий, чтобы выпутаться из этого непростого случая. Приложите и вы немного усилий и сделайте так, чтобы коррупционер поднялся в нашем рейтинге. покажет девятое место. Мы продолжаем, и у нас восьмое место вместе с картиной «Мой друг робот». Надо признать, что сейчас снимают фильмы про роботов с той же периодичностью, что и фильмы ужасов. Но это, конечно, больше детская история. В общем, мальчуган Тоби встречает робота по имени Робби и решает помочь найти его родителей, которых тот потерял при крушении звездолета. Юному Тоби всего 11 лет, но он уже неплохо шарит в науке. И поэтому талантливый изобретатель вместе со своим новым другом роботом создают уникальный автомобиль, в котором отправляются на поиски увлекательных и зачастую опасных приключений. «Мой друг робот» восьмое место. Мы на седьмом месте, и у нас кинокартина «Солнцестояние». По отзывам наших зрителей, фильм держит в напряжении от начала и до конца. Но, собственно, о чем идет речь? А речь пойдет о группе американских туристов, которые отправляются в летний отпуск. По пути они заезжают в маленькую шведскую деревеньку, где проводятся ежегодный традиционный обряд. Все бы ничего, но у одного из главных героев недавно погибли родители. И именно он начинает чувствовать страх перед этими скандинавскими обычаями. Ну а дальше посмотрите сами, где находится кинотеатр «Чаплин» вы знаете. Пока же седьмое место и фильм «Солнцестояние». Приземляемся на шестое место, и здесь у нас ваши любимые ужасы, ну или что-то вроде того. Представляем вашему вниманию фильм «Некромант». Этот фильм о человеке, узнавшем о себе невероятную правду, которую много лет от него скрывали. Все дело в том, что наш главный герой наделен уникальными способностями и, оказывается, принадлежит к ордену «Некромантов» – общество, объединяющее магов и волшебников. Естественно, это общество действует тайно, поскольку никто из людей не должен знать о его существовании, и уж тем более о тех, кто в него входит. Ну а вы сходите на него в кинотеатр и приоткройте для себя эту завесу тайны. А пока шестое место по версии «Киночаплин Чарта» «Некромант». Половина пути пройдена, и мы на пятом месте, но не одни. С нами блогеры, которые вдруг решили пощекотать себе нервы. Для начала скажу, что это четыре блогера-экстремалы, которые незаконно проникают на территорию больницы, которая была заброшена и когда-то проводились опыты над людьми. Казалось бы, здание заброшено, здесь давно уже никого нету, но ребята вскоре понимают, что они не одни в этом страшненьком местечке. Ну что, страшно? Ну берите друзей и гоу на киносеанс «Обитель тьмы» 5 место. Не знаю, возможно, летние каникулы сделали свое дело, но у нас снова почти полные залы, и снова ваши любимые кошечки и собачки набирают обороты. Что же происходит? А происходит все то, чего хозяева, уходя на работу, никогда не видят. Да, да, да. Это «Тайная жизнь домашних животных», только уже вторая часть. Что же творят наши питомцы, когда нас нет дома? Ну, в этом попытались разобраться несколько лет назад, когда вышла первая часть. И знаете что? Время продолжить расследование. «Тайная жизнь домашних животных 2» сегодня место под номером 4. Мы уверены, что вы уже видели этот шедевр прямиком из Южной Кореи. Но если вы вдруг работали смотрителем майка или были где-то далеко в экспедиции, то напоминаем, что этой картине аплодировали 15 минут на Каннском фестивале. Так сильно людям понравилась история о семейке аферистов, которые наломали таких дров, что выйти сухими из воды будет очень сложно. Конечно же, пересказывать сюжет я вам не буду. Просто еще раз настоятельно рекомендую сходить и глянуть настоящее кино. Тем более, что в Чаплине на него до сих пор полные залы. «Паразиты» – третье место нашего кино «Чаплин-чарта». Паучок-боровичок продолжает плести свою паутину, только уже не в Соединенных Штатах, а в Европе, так как даже у пауков есть каникулы. Только вот на этот раз спокойно отдохнуть с друзьями и девушкой, в которую паук влюблен, не получится, ведь злодеи не отдыхают. Ну, что сказать. Фанаты Марвел в восторге, критики тоже, фильм удался, а это значит, что продолжение «Паука» не за горами. Ну, а в нашем хит-параде он сегодня снова серебряный призер. «Человек-паук. Вдали от дома. Серебро». Мы почти у финиша, и нам осталось сделать буквально один шаг. Но перед этим давайте вспомним, кто занял места с десятого по второе. Десятое место. Шаг вперед. Шесть. Девятое место. Коррупционер. Восьмое место. Мой друг-робот. На седьмом месте. Солнцестояние. Шестое место. Некромант. Пятое место. Обитель тьмы. Четвертое место. Тайная жизнь домашних животных. Два. У третьего места. Паразиты. Второе место. Человек-паук вдали от дома. И мы снова на Олимпе кассовых сборов. И уже вторую неделю подряд сын Муфаса и племянник Шама собирает полные залы не только у нас в Чаплине, но и по всему миру. Но оказывается, есть еще люди, которые не видели оригинальный мультфильм «Король Лев». Я лично наблюдал картину в инстаграме, как одна девушка очень сильно расстроилась, увидев, внимание, спойлер. Но я даже не знаю. Легендарный мультфильм вышел аж в 1994 году. Ну за все это время хоть разок-то можно было глянуть. Ну а у нас он не только король джунглей, но также еще и король нашего хит-парада. Первое место. Ну вот и все на сегодня. Десятку озвучили, новичков хит-парада представили. Можно идти дальше и смотреть, какие же фильмы собирает у нашей сети кинотеатров больше всего людей. Да, с вами были Адель и Димаш. И свои предложения и пожелания вы можете писать нам в личку в инстаграме. Ссылку вы увидите на экранах. И не забывайте про страничку Музона. Там всегда интересно. До скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok